Как узнать, какому виду спорта предрасположенность у ребенка, в чем польза спорта для детей, советы. Это отличное развлечение, особенно если мы выбираем групповые занятия, а физические нагрузки при этом отлично улучшают фигуру и поддерживают общее развитие молодого организма. Дети должны заниматься спортом не менее одного часа, не реже двух-трех раз в неделю. Вот в чем польза. Физическая активность – это возможность практиковать правильную осанку, хорошую координацию и концентрацию. Спорт способствует укреплению костей, наращиванию мышцы, конечно же, предотвращает лишний вес и ожирение, которое является настоящим бичом среди молодежи. Родители должны поощрять своих детей быть физически активными, особенно в те времена, когда молодые люди проводят так много времени дома перед экраном ноутбука или смартфона. Кроме того, любые командные мероприятия – отличное время для отработки социальных навыков и командной работы. Советы родителям, как узнать предрасположенность какому виду спорта у ребенка, выбирая для ребенка вид спорта, требует обращать особое внимание на то, чего хочет малыш и каковы его физические возможности. Не каждый вид спорта подходит всем, и принуждение малышей или, что еще хуже, детей, пытающихся преследовать свои собственные амбиции, всегда заканчивается неудовлетворенностью и даже конфликтом. Если ребенок плохо ориентируется в этом вопросе, это может привести к тому, что в будущем молодой парень или девушка вообще откажется от физических нагрузок. Конечно, хороший способ – это разговор, который всегда работает, даже с 4-5-летним ребенком. Стоит объяснить вашему крохе, почему вы хотите, чтобы он занимался спортом, каковы преимущества и насколько весело они могут получать эти занятия. Не нужно идти от противного и отдавать спокойного малыша на активный вид спорта, а не по седу – шахматный детский клуб. Ребенок откажется ходить на кружок, так как ему будет неинтересно и некомфортно. Давайте также помнить, что родители – величайший пример для малыша, если семья активна, дети также будут готовы быть физически развитыми. Вы можете убедить себя в том, что это спорт для всей семьи – роликовые танки, велосипед, бег или игра в футбол. Чем чаще, тем лучше. Ниже привиден список популярных спортивных дисциплин с советами, для которых они подойдут лучше всего. Читайте далее. Катание на велосипеде – летний вид спорта для детей дошкольного и школьного возраста. Велоспорт – один из самых популярных видов спорта среди детей дошкольного и школьного возраста и взрослых во всем мире. Он не требует профессионального оборудования, больших навыков, достаточно научиться ездить и прежде всего не является травматическим видом спорта. Это очень важно для юных спортсменов и их постоянно растущего организма. Многие люди, как молодые, так и старые, любят кататься на велосипеде. Это отличный вид спорта для детей любых возрастов. Вы также должны помнить, что езда на велосипеде – отличный способ провести время вместе всей семьей. Кстати, благодаря этому, формируется привычка путешествовать на экологическом транспорте с раннего возраста. Катание на коньках – летний и зимний вид спорта для детей от 6-7 лет и старше. Катание на обычных и роликовых коньках – это и летний и зимний вид спорта для детей 6-7 лет и старше. Это еще один популярный вид спорта среди семей, потому что он очень приятный и нетребовательный. Катание на роликах летом учит сохранять равновесие, концентрацию и координацию всего тела. Однако для того, чтобы кататься на коньках, дети должны уметь хорошо ходить и не иметь ни малейших проблем с поддержанием равновесия. Специалисты рекомендуют вставать на ролики или коньки не ранее 4-х лет, но самый оптимальный возраст – именно 6 лет. В противном случае они могут быстро травмироваться, что будет препятствовать в дальнейшем физической активности. Кататься на обычных или роликовых коньках может вся семья, простого обмундирования, безопасной улицы и хорошей погоды достаточно, чтобы получить удовольствие от физической активности и ее преимуществ. Катание на коньках и роликах сжигает больше калорий, чем издано велосипеде. Поэтому родителям детей, у которых много необузданной энергии, стоит обратить внимание на этот вид спорта. Плавание или парусный спорт – преимущество популярного вида спорта для детей от 3-4 лет и старше. Еще одним популярным видом физической активности, рекомендованным для молодежи, является плавание в бассейне или открытой воде. Сейчас плавать учатся даже 3-х или 4-х летние дети. Это отличная идея для формирования правильной осанки у детей, укрепления мышцы позвоночника и сосредоточения внимания на поставленной задаче. Вот в чем заключаются преимущества плавания или парусного спорта. Популярных видов для детей от 3-4 лет и старше плавание повышает работоспособность организма. Это спорт, в котором тяжело получить ссадины и неожиданные травмы. Отличное развлечение для всей семьи, благодаря многочисленным водным игрушкам, шарам, резиновым шарикам и животным. Помогает развить хорошую осанку, укрепить мышцы. Воспитывает силу воли у ребенка и укрепляет характер. Специалисты рекомендуют начинать профессиональное плавание с ребенком 6-7 лет, но нырять в воду не раньше 10 лет. Если вы хотите, чтобы малыш стал моряком или серфингистом, вам также следует подождать, пока ему не исполнится 10 или 11 лет. Только тогда он будет достаточно скоординированным и уверенным, чтобы справиться с открытой водой и управлять лодкой или доской. Восточное боевое искусство – вид спорта для детей, который закаляет. Уже несколько лет в моде занятия восточными единоборствами – карате, кунг-фуд, хэквонда, дзюдо – в любом из подобных видов спорта для детей есть много возможностей и все они связаны с воспитанием у молодых людей, концентрацией уверенности в себе и ловкости. Это потому, что боевые искусства – это не только чисто физические действия, но также умственная и эмоциональная работа над собственным телом. Малыши учатся сосредотачиваться и в то же время они могут наслаждаться здоровой конкуренцией и учиться уважать других людей, включая тех, кто физически слабее. Это закаляет характер. Получение новых поясов также является большим удовольствием для детей и для многих является началом новой страсти. Выбрать подходящее боевое искусство будет проще, так как по всей стране появляется все больше школ и совместных занятий для детей. Танцы для самых маленьких детей – вид спорта для развития тела и координации. Уроки танцев – хорошая идея для физической активности для самых маленьких детей. Это дисциплина, которая развивает все тело маленького человека и оказывает большое влияние на координацию детей, обучает концентрации. Дети могут выбирать из таких видов – балет, бальные танцы, большое разнообразие современных танцев, чувствительные малыши, которые энергичны. И хорошо синхронизируют свои движения, будут хорошо себя чувствовать на уроках танцев. Дети, которые умеют плясать, быстрее учатся осознавать свои движения и их эстетику. Какой вид спорта подойдет каждому ребенку? Легкая атлетика и гимнастика – в чем преимущество? Такие спортивные дисциплины, как легкая атлетика и гимнастика – очень требовательные виды спорта, которые окупаются стройной фигурой и правильной осанкой тела. В чем еще преимущество таких видов спорта? Подобная физическая активность укрепляет мышцы. Правильный мышечный каркас поддерживает позвоночник. Такой спорт учит координации всего тела. Во время тренировок дети проверяют свои способности и одновременно расширяют пределы своей выносливости, будь то бег на длинные дистанции. Или выполнение сложных гомнастических систем. К сожалению, этот вид спорта может быть не только сложным, но и вызывать различные травмы. Поэтому важно правильно подготовить малыша к тренировкам, чему непременно поможет хороший тренер и известный детский спортивный клуб. Командные игры, спорт для детей на стадионе, разные виды для мальчиков и девочек. Дети любят проводить время с друзьями. Это хороший повод записать вашего малыша на занятия спортом, где у него будет возможность играть с другими детьми его возраста. Вот популярные виды спорта, тренировки на которых проводятся на стадионе. Это командные игры, футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, регби и дары. Это лишь некоторые из многих командных видов спорта для мальчиков и девочек, которые требуют взаимодействия и сотрудничества. Во время командных игр дети тренируются учиться подчиняться правилам взаимодействовать с другими людьми в каждом из этих видов спорта. Важны хорошие состояния, сосредоточенность и развитие навыков, что сильно влияет на физическое и психическое здоровье детей. И тот факт, что вы играете в группе, дополнительно мобилизует и побуждает детей регулярно участвовать в мероприятиях. Каждому такому спортивному занятию предшествует предлагаемая специалистами достойная разминка, которой учить самых маленьких детей. Правильному спортивному поведению идеально укрепляет костную и мышечную системы всего тела, предотвращая частые травмы и уменьшая болезненность. Стоит отметить, большим преимуществом является легкая доступность этого вида занятий для детей, которые обычно организуются в школах или спортивных клубах. Занятия стоят недорого. Дети делятся на возрастные группы, благодаря чему они играют и веселятся среди сверстников. Тренировки также стимулируют интерес детей к спорту и страсть привитая в раннем возрасте остается надолго. Большой теннис – популярный вид спорта для детей. Еще одна популярная среди родителей и детей дисциплина – большой теннис. И мы не имеем в виду просто смотреть игры мира по телевизору. Это дисциплина, которая требует хорошей координации движений с самого начала, поэтому она хорошо подойдет детям от 8 до 9 лет. Конечно, во время тренировки баланс улучшится еще больше, но малыш должен уметь справляться с тяжелой ракеткой в начале. Теннис – дорогая спортивная дисциплина, поскольку требует не только покупки, ракетки, экипировки и обуви, подходящих для ребенка, но также наима тренера и площадки, которые стоят недешево. Но это популярный вид спорта для детей в настоящее время. Альпинизм – любимый вид спорта для детей. Все больше детей называют скалолазание своим любимым занятием. Ваш малыш может начать свое приключение со скалолазания даже в возрасте нескольких лет, но только на стенах, предназначенных для таких маленьких детей. Почему стоит выбрать для ребенка лазание? Это спор, который хорош для формирования правильной осанки, наращивания мышц, ловкости и концентрации. Дети учатся уверенности в себе. Доказано, что подростки, которые занимаются альпинизмом, лучше преодолевают разные зависимости и тренируют свой характер, а не только мышцы всего тела. Это также хорошая идея для развлечений на выходных для всей семьи. Скалолазание также понравится уже подрастающим детям в возрасте 15 и 17 лет и их родителям. Теперь вы знаете из чего выбрать. Конечно, существуют и другие виды спорта, но выше представленные – самые популярные. Если малыш хочет в секцию, которая ему, как вам кажется, не подходит, не нужно отговаривать малыша. Пусть ребенок пойдет и попробует свои силы, ведь он всегда сможет сменить занятие, если почувствует дискомфорт. Удачи! Видео-презентация для детей – виды спорта. Развивалки «Умный ребенок». Прочитайте по теме, через сколько часов после еды можно заниматься спортом. Правила выполнения упражнений на пресках диета помогает сформировать спортивную фигуру, питание, да и после тренировки спортивное. Питание для суставов и связок. Состав кто самый сильный человек за всю историю человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова